ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИИ Какой будет Украина? Харьков, Одесса, Донецк, Донбасс, Елизавет, Град. Все, конечно, забрать, а что там как сложится? Ну, конечно, белгородская тема. Притом, обидно, когда столько раз говорим, столько раз предупреждаем, бьем тревогу. Но бить тревогу — это одно, а любые изменения требуют, к сожалению, времени. Ну, куда деваться? Время такое. Некоммерческая организация по исследованию государственной политики США по вопросам обороны, Институт изучения войны опубликовала доклад, в котором приводятся просто немыслимые ранее этапы экспансии кремлевской пропаганды по всему миру. Будут решительно пресекаться свобода слова, свобода совести, свобода средств массовой информации. Авторами доклада стали Наталья Бугаева и Джордж Баррес. Итак, первый и главный вывод статьи — Кремль создает глобальный конгломерат средств массовой информации, а точнее дезинформации, и пытается втянуть страны всего мира в информационное пространство России. Также Российская Федерация использует свое информационное пространство для расширения влияния во всем мире, маскируя таким образом агрессию Кремля и распространяя дезинформацию, которая непосредственно влияет на США и страны Запада. Какой совет от вашего отца вы передали бы вашим внукам? Врать. Я часто это делаю. Кремль также постепенно совершенствует способы расширения своего глобального медиапространства. Так Путин постоянно уделяет первостепенное внимание расширению охвата и влияния российских СМИ на протяжении всех двух десятилетий своего правления. Особую активность в этом направлении Кремль проявляет с 2015 года. Люблю Путина и люблю все свое правительство. Точнее же ты, б***ь! Оппозиция может свободно выходить на демонстрации? Конечно. Он начал широкомасштабную кампанию, направленную на установление партнерских отношений с местными СМИ по всему миру. И это не ограничивается простым расширением доступности российских медиасетей. За последние пять лет Россия подписала не менее 50 соглашений о сотрудничестве со СМИ в мире. Большинство из этих соглашений касаются обмена контентом между российскими СМИ, такими как Russia Today Sputnik, и местными СМИ в разных странах. Это очень хорошо видно на карте. Некоторые соглашения включают обучение российскими журналистами, масс-медийщиков из других стран. Наконец, некоторые соглашения являются межправительственными соглашениями о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, связей и средств массовой информации России и зарубежными коллегами. Таким образом, Россия через установление партнерских отношений с местными СМИ хочет добиться следующих конкретных целей. Так, например, Кремль пытается сделать свою глобальную информационную сеть более устойчивой и постоянной. Информационное пространство России, вероятно, будет менее уязвимым для борьбы с дезинформацией, если Кремль встроит свои СМИ в зарубежные медиа и обеспечит сеть институциональных связей на правительственном уровне. Кремль также стремится формировать подготовку методологии обучения и взглядов журналистов по всему миру, чтобы кремлевские установки и нарративы продолжали существовать, даже если иностранные правительства попытаются уменьшить влияние прокремлевских медийщиков. Президент Путин, Маргарита, Миша, София, Дэниел, дамы и господа. Я не смогу сегодня лично присутствовать в торжествах. В настоящее время я напряженно работаю на благо РТ здесь, в Лос-Анджелесе. Кстати, господин Путин, вы дважды были гостем моей передачи. Бог Троицу любит. Всем хорошего вечера. Российские школы журналистики уже провели целое множество таких тренингов. Кремлевский канал «Спутник» даже запустил специальный проект «Школа молодых журналистов» для обучения начинающих журналистов во всем мире. Потому что кто с нами будет разговаривать, если мы не одержим победу? Как мы можем претендовать на лидерство, если мы не одержим победу? Если быть более точным, то начинающих журналистов. Кремль также стремится превратить RT, «Спутник», «Руптлай», «ТАС» и другие контролируемые им средства в доминирующие источники новостей во всем мире, чтобы конкурировать с такими службами, как, например, «Рейтерс». Кремль делает упор на повышение престижа и узнаваемости российских медиабрендов. Партнеры российских медиа уже используют общий контент с Россией и иногда размещают логотипы российских СМИ на своих информационных продуктах. Россия также стремится устранить различия между частными, независимыми, прозападными изданиями и контролируемыми Кремлем российскими изданиями, размещая российский контент рядом с контентом западных СМИ. К тому же стремление Кремля достичь соглашения со СМИ поддерживает широкомасштабную кампанию России по усилению влияния в определенных регионах и странах. Эти соглашения о сотрудничестве с местными медиа часто являются неотъемлемым компонентом более крупных пакетных сделок. Существует четкая взаимосвязь между движением России в Юго-Восточной Азии и появлением соглашений о сотрудничестве в сфере СМИ с Филиппинами, Индонезией и Вьетнамом. Точно такие же соглашения со СМИ стран Африки поддержали стремление Кремля «Расширить свое влияние на африканском континенте». Кремль начал кампанию по развитию партнерских отношений с местными СМИ по всему миру одновременно с пересмотром российской доктрины информационной безопасности. Москва пересмотрела и опубликовала свою новую доктрину, соответственно, в 2015 и 2016 годах. Новая доктрина определила возрастающую предвзятость в отношении к России в зарубежных СМИ и международное усилие по блокированию деятельности российских СМИ среди ключевых проблем России. Кремль, вероятно, понял, что ему необходимо создать глобальное информационное пространство с прочными связями с местными структурами. Общая стратегическая цель Кремля в информационном пространстве – сформировать повестку дня о роли России и Запада в мире и добиться признания вынужденного агрессивного поведения России. Кремль проводит широкий спектр информационных кампаний в поддержку различных целей. От оправдания нарушений международных норм до отмены санкций со стороны Запада. В последние пять лет Москва также столкнулась с рядом неудач и немного пересмотрела свои стратегии. Поэтому усиленный вектор России в направлении подписания соглашений о сотрудничестве имеет наибольшую динамику за пределами Запада. Конечно, не всем удается встретить Новый год с родными. Надо работать в больницах и на производствах, исполнять служебный и воинский долг. Россия смогла установить партнерские отношения только с несколькими западными медийными группами. Кремль также сталкивается с негативной реакцией на его усилия. Так, к примеру, Эстония вынудила Россию закрыть свой офис канала «Спутник» в январе 2020 года. Латвия закрыла девять связанных с Кремлем каналов в ноябре 2019-го. Литва депортировала главного редактора канала «Спутник» в мае 2019-го. Боливийский телевизионный оператор прекратил вещание «Арти» в ноябре-декабре 2019-го. Мы не проворачиваем никаких подковерных операций. У нас все открыто. Приходите, посмотрите. Даже Паширов с Петровым ко мне в офис открыто приходили. Генеральный директор крупного новостейного веб-сайта на Филиппинах публично предупредил правительство Филиппин о том, чтобы они не отправляли своих сотрудников для обучения в Россию в январе 2018-го. Также словацкое СМИ отменило соглашение о партнерстве с каналом «Спутник» после серьезного скандала в 2016-м году. Несмотря на это, Кремль будет и впредь уделять много внимания наращиванию своего информационного пространства для расширения своих глобальных нарративов и все-таки попытается добиться признания и принятия незаконных действий России в мире. В дальнейшем Кремль планирует удвоить финансирование и усилия по подготовке журналистов для распространения своих, в кавычках, «правильных» нарративов и принципов. Народ, почему вы так не любите диктаторов? Представьте, если бы в Америке была диктатура. Вы могли бы все богатство страны раздать 1% людей. Вы бы сделали богатых друзей еще богаче, уменьшая их налоги и выручая их из тюрьмы, когда они проигрываются в пух и прах. Вашему вниманию перечень стран, в которых медиа подписали договоры о сотрудничестве с российскими пропагандистами. 2015 год. Сербия, Египет, Мексика, Камбоджа, Индонезия. 2016 год. Алжир, Япония, Сирия, Ливан, Парагвай, Италия. 2017 год. Мьянма, Южная Африка, Турция, Куба, Китай, Иран, Болгария, Вьетнам, Монголия, Филиппины, Индонезия, Малайзия. 2018 год. Россия расширила сотрудничество с иранскими медиа, подписав договоры о сотрудничестве сразу с несколькими информационными агентствами, а также зашла в медиаполе Эмиратов, западного берега и сектора Газа, Армении, Индии и Марокко. В 2019 год. На карте влияния появились Пакистан, Уругвай, Аргентина, Демократическая республика Конго, Эритрея, Панама, Северная Корея и было расширено сотрудничество с медийщиками Индии, Китая и Эмиратов. Кроме названных выше провалов, также стоит упомянуть о прекращении работы российских пропагандистов в Боливии под вопросом сотрудничества с Мексикой, Испанией, Филиппинами и Словакией. Аргентина в 2017 году сначала вышвырнула российскую пропаганду из своих кабельных сетей, но после вмешательства российских дипломатов все вернулось на круги своя. Мы не можем врать, мы Россия, мы русский народ, а для них это ключевое, вот он как раз сказал, надо врать, поэтому как бы ответ на вопрос, вопрос даже не в том, готовы-не готовы, мы не готовы врать, а они готовы, вот поэтому так и получается. Редактор субтитров А.Семкин